Сегодня в обзоре машина от Волл с мотором V5000 Magic Clip. Мы ее взвесим, мы ее включим, посмотрим, насколько громко она звучит, посмотрим ее в работе, насколько она удобна, еще мы узнаем, сколько она стоит и где ее можно приобрести. И, конечно же, уже по традиции, затестим этот инструмент на модели. Друзья, наконец-таки предыдущий выпуск Анбокс, когда набрал 200 лайков, я представляю вам этот выпуск. Если вы хотите видеть наши выпуски чаще, это видео должно набрать 300 лайков. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и приятного вам просмотра. Друзья, уже третий выпуск из рубрики Анбоксинг. Мы тестируем машинки. Прошу заметить, что ни в коем случае я не стал любить меньше работу ножницами. Просто, друзья, к нам поступают тестируемые инструменты, именно машинки. Когда к нам будут поступать тестируемые инструменты расчески, ножницы и так далее, то есть мы будем тестировать непосредственно сам инструмент и его в работе. Поэтому сразу приношу свои извинения. Я не настолько сильно фанат... Сразу приношу свои извинения. Я не настолько сильно фанат стрижек машинками. Но, тем не менее, данная рубрика обязывает меня это делать. Итак, поехали. Эта профессиональная машина с комбинированным питанием оснащена мотором постоянного тока 5500 оборотов в минуту. Также она оснащена литий-ионным аккумулятором, которым можно работать без подзарядки 90 минут. Аккумулятор не имеет эффекта памяти, поэтому заряжать его можно абсолютно в любой момент. Фиксированный нож с рычагом для регулировки высоты среза из легированной стали с дополнительным хромированным покрытием. Минимальное значение длины среза 0,8 миллиметров. Максимальное значение 2,5 миллиметра. Ну и вес данной машины составляет 290 граммов. Так в характеристиках нам заявляет поставщик. Давайте посмотрим, насколько характеристики соответствуют с действительностью. Итак, поехали. Начнем по традиции. Изучим инструкции. Сразу попадаем в русский. Здесь у нас другие языки. Убираем. Читаем инструкцию. Как они щедрые на инструкции. Как бы это не нудно звучало, но знакомьтесь сначала с инструкцией, прежде чем работать с инструментом. По крайней мере, тот, кто этого не придерживается, это, наверное, только до той поры, пока не испортили какой-нибудь инструмент. Опасно. Предупреждение. Сохраняйте данные инструкции. Описание деталей. То, что идет в комплектующие. Использование перезаряжаемых машинок для стрижки со шнуром и без шнура. Зарядка аккумулятора. Работа от аккумулятора. Утилизация и переработка ионно-литиевых аккумуляторов. Поиск устранения неисправностей. Регулятор длины среза волос. И предупреждение о смазке. Давайте сравним детали. Первое. А нож. Ну, понятно, нож у нас идет на самой машине. Посмотрим это все чуть позже и потестим в работе. Переключатель вклубокл. Понятное дело. Направляющие расчески. 3, 6, 10, 13 миллиметров. Это насадки, я так понимаю. Давайте посмотрим. Насадки, кстати, ребята, реально прям вот вижу уже сразу. Я вижу у вас там затемнение. У вас там сидит сущность в виде гномика. Ну нахер. Сразу прям из пакетика достаю и вижу, что насадки премиум сет. Кстати, подождите, что это мы гарантию так раз и пропустили. Идет гарантия. Еще здесь щетка для чистки ножей, масло для чистки ножей. Все это тоже идет. Давайте убирать поочередно. Масло, щеточка для чистки. Насадки реально премиум сет. Мэджиклип оснастили хорошими качественными насадочками, которые по-любому не будут не люфтить. Затрудняюсь ответить, сколько может стоить. Комплект. Те, кто знают, напишите в комментариях. А в конце мы сообщим, сколько вообще стоит данный аппарат, укомплектованный вот такими насадками. Вообще это очень круто. Покупаешь сразу машину и знаешь точно то, что насадки не нужно будет выбрасывать и докупать. Видите, идут стальные защелки, замки. То есть это говорит уже о том, что насадка будет очень плотно сидеть и не будет никакого люфта и дребезжания. Давайте проедемся немножечко по насадочкам. 3, 6, 10, 13, 19 и 25 миллиметров. Здесь в комплекте еще идут две насадочки. Не совсем понимаю, почему они отдельно. Те, кто знают, ребят, подскажите. Это получается здесь на полтора миллиметра и на 4, 5 миллиметра. Блин, а насадки реально прям вот крутые. Но я насадками все равно не стригу. Так, следующий у нас идет сетевой адаптер. Он идет стандартный, 2,40. Поставим сейчас машину пока на зарядку, потому что сейчас к нам придет модель, а мы не знаем, хватит ли нам аккумулятора здесь или нет. Индикатора зарядки у нас на нем нет, поэтому мы определить не можем, садится она, не садится. Не знаю, совсем это минус или плюс. На аккумуляторных зарядках есть индикатор зарядки. То есть для того, чтобы понимать, насколько хотя бы там аккумулятор заряжен здесь, этого нет. А от сети, честно говоря, таким красавцам и с таким функционалом, то есть работать, честно говоря, не хочется. Кстати, пользуясь случаем, нужно сказать, что данный аппарат оснащен долговечным, высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором без эффекта памяти. Также производители указывают, что им можно будет работать 90 минут без подзарядки и 120 минут он, я так понимаю, заряжается. Весит она у нас, получается, 295 грамм. В сравнении с легендой, это реально прям, она вообще ничего не весит. Производитель указывает о том, что она весит 290 грамм, но это, наверное, провод дает. Аккумулятор у нас без эффекта памяти, поэтому можно выдернуть, не дожидаться до полной подзарядки. Давайте взвесим его без. Ну вот, без провода получается 288. Ну, пусть будет 290 грамм, как указал производитель. В тишине у нас 41 децибел. Включаем. 72 децибела. И вот вам, ребят, пожалуйста, мотор V5000. У легенды, к примеру, V9000. И независимо от того, что здесь мотор чуть-чуть слабее, он получается работать чуть-чуть громче. Но незначительно, буквально на 3 децибела. Дальше, конечно, хочется отметить его эргономику. Мы видим здесь на корпусе специальные такие изгибы под пальцы. То есть мы понимаем, что у нас сюда ложится прям рука, и здесь есть такое углубление, точно так же под палец. То есть дает подсказку, что данную машинку нужно держать вот так. Хотя, то есть это на любитель. Я, допустим, люблю работать вот так. Но вот эргономика под нижние пальцы, вот здесь, оно реально удобно. Теперь, что касается, на мой взгляд, опять же, недочета. Хотя я не знаю, с чем это связано. Может быть, здесь есть какое-то объяснение, о котором я не знаю. То есть, опять же, ребят, если я не знаю, а вы в курсе, почему так, обязательно пишите в комментариях, я тоже хочу развиваться. Почему нет у ножа щелчков? Вот реально, ну, мне кажется, это прям вот дико неудобно. То есть прям ты-тык, 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 если бы были, мы бы сразу с вами понимали, то есть на какой длине, сколько миллиметров мы отводим. Здесь щелчков нет. Мне почему-то кажется, это крайне неудобно. Ну, а значение регулировки ножа у данной машины от 0,8 миллиметров до 2,5 миллиметров. Отстраивать нож вы знаете как. Мы немножечко отстроили нож, ослабили винты, подвели максимально близко к кромке, на максимально выдвинутом расстоянии, чтобы ни в коем случае не закусить кожу клиенту. Очень внимательно относитесь к настройке инструмента, потому что в данном случае сейчас мы будем с вами делать детскую стрижку. То есть мы точно так же сведем височные блоки на темной зоне, посмотрим, что там можно будет поиграться, чтобы не травмировать мягкую кожу детскую. Очень внимательно относитесь к настройке инструмента. Так, друзья, ну, наверное, все я сказал о Magic Leap. Все характеристики его мы озвучили. Поехали к практике! Выполняем анализ формы головы. Также анализируем внешние данные нашего клиента. Наша основной задачей является совместить его желания с нашими возможностями и ни в коем случае не допустить случайного результата в работе. Выделяем височный блок на основании двух точек лобная выемка и теменной угол. Подготавливаем височный блок по следующей работе машинкой. Выставляем минимальное значение ножа 0,8 мм. Простригаем височный блок в технике машинка над расческой. Выполняем окантовочную линию бритвы. Простригаем лезвы со сменными лезвиями. Простригаем височный блок в сменную лезвию. Простригаем височный блок контролируем и шлифуем височную плоскость. Ножницы в вертикальном положении. аналогичным образом выполняем второй височный блок. . На лезвия выходаering Не забудьте посолить вашего клиента, ведь в конце он должен получиться очень даже вкусным. Для особо чувствительных клиентов к падающим волосам на носик мы наклеиваем защитный козырек. Пробреваем горизонтальный пробор по желанию клиента. Затылочный блок оформляем в зигзагообразную ракезную форму, которая будет являться продолжением теменной зоны. Пчелку прорабатываем отдельно от темной зоны, выделяя полтора-два сантиметра. Вдоль естественной линии роста волос. Продолжение следует... Продолжение следует... Схема построения теменной плоскости в данной стрижке основана на треугольниках с учетом ирокезного направления. Продолжение следует... 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 Мелкими проборами прямой бритвы прорабатываем практически всю темную зону. Благодаря данной технике мы получим хорошую подвижность и активную текстуру. Также хочу немножечко предостеречь. Данная техника не может быть применима в хаотичном порядке. Ее нужно применять только с учетом будущей стрижки, а именно направления будущей стрижки. Хаотичное применение данной техники может привести к дыркам и просветам на голове. Друзья, ну и конечно же все продемонстрированные техники в данном ролике мы изучаем и отрабатываем на степах 1 и 2 геометрия мужских стрижек Юрия Жданова. Обращаю ваше внимание, что всю стрижку мы высушили пальцами, без каких-либо прикорневых щеток, чтобы получить максимально естественный прикорневой объем. И лишь в окончании нашей стрижки мы прорабатываем брашингом длину. Это нам необходимо для того, чтобы грамотно и правильно персонализировать нашу стрижку. Если вдруг случится так, что ваш клиент скажет «Эй, чувак, не надо, не делай, не укладывай меня, я все равно сейчас иду купаться в душ», мы говорим ему «Мужик, не учи меня жить, помоги мне материально». Ну а если серьезно поговорить об этом, наши клиенты очень часто любятся вмешаться в процесс стрижки. Так вот, если вы действительно профессионал своего дела и случайно результат у вас отсутствует, объясните вашему клиенту, что если он юрист, вы не помогаете ему составлять договора, потому что он в профессионал своем деле. А в данном случае профессионал дела – это вы. Поэтому если вам нужно протянуть волосы, значит протяните ему волосы. Ведь только благодаря этой манипуляции мы сможем провести максимально качественную персонализацию, что в последующем сэкономит кучу его времени и он будет тратить ничтожно маленькое количество времени на укладку своей шевелюры. После того, как вы закончили процесс персонализации, максимально сильно взъерошите клиенту в голову, не нужно ему приглаживать, прилизывать ее, замазывать делем или еще какими-то продуктами. Покажите клиенту максимально свободные действия в стайлинге и покажите клиенту легкость, с которой он может укладывать ее дома. Ну и, наверное, немаловажный факт – это стоимость данной машины. Она составляет 9,5 тысяч рублей в магазине «Урбан город Сочи». А я напоминаю, что магазин «Урбан город Сочи» является спонсором данного обзора и официальным дилером компании «Вол». Поэтому, друзья, приобретайте обязательно машины у официальных дилеров. Ну, а я могу сказать, что данный аппарат мне понравился. Стоит ли данная машина вашего внимания – решайте сами. Если вам было полезное данное видео, обязательно поставьте класс, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну, а с вами был Юрий Жданов. До скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за то, что были с нами. Если вам был полезен данный видеоролик, не забудь поставить класс, поделиться этим видео с друзьями и подписываться на канал. С вами был Юрий Жданов. До скорой встречи. Пока!